Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! Те, кто нас давно или хотя бы периодически смотрят, знают, что мы никогда не были замечены в излишней кровожадности. Но последние недели, отсматривая российские федеральные каналы, мы невольно подумали, как хорошо было бы по возможности увеличить количество ударов по Москве. Для них это очень сильный символ, очень сильный символ, который вколочен в их чубатую голову. Они должны его как-то сокрушить и уничтожить. И что для этого делать? Вот отправлять туда свои беспилотники. Ведь у самых кровожадных российских упырей, даже от незначительных хлопков у Москвы-сити, истерика продолжается уже несколько недель. И проснулся, слышу, о, ПВО отработало. Характерный звук, ничем не перепутаешь. По-моему, пора тем-то уже это заканчивать. Вся эта публика, вся эта мразь, пардон за непарламентскую лексику, не понимает ничего, кроме силы. Я считаю, что как раз удары, в том числе беспилотников по Москве, должны получать кратно более сильную ответку в отношении объектов на Украине. Желательно, конечно, было бы не только на Украине, но тем не менее. Хотя, казалось бы, что там вообще обсуждать? Разрушения минимально погибших нет. Это же не ракеты в жилой дом, как чуть ли не через день делают чмони в Украине. Ракетный удар был нанесен по кривому рогу. Ракет было две. Они попали в многоэтажный дом и здание учебного заведения. Но останкинские фейкометы, судя по всему, элементарно оказались не готовы выйти из зоны комфорта. Вспомните их довольные лица в первые дни большой войны. Идут боевые действия, идет операция по принуждению нацистского режима к денацификации, если угодно. Но ты счастлив? Это рано или поздно до НАТО было делать. Но дальше надо думать о юго-востоке Украины, да и о Киеве тоже. Но соцсети сообщают, что уже наши в Харькове. Наши военные, высокие профессионалы-специалисты, они сделают свою работу максимально эффективно с минимальными человеческими жертвами. Естественно, в том числе с минимальными потерями с нашей стороны. Тогда они были уверены, что им ничего не угрожает. Мол, да какая ответка? О чем вы собирались всей страной бомбардировки Украины смотреть, а в студии оглашать, какие города захвачены? Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить, как я тогда говорил еще, в течение недели-двух, есть все. И каковым же было разочарование пропагандистов, когда сначала их армия посыпалась на фронте, а чуть позже объявленная Путиным демилитаризация. Мы будем стремиться к демилитаризации и демилитаризации Украины. Принятые решения будут выполнены, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Вернулось тем, что у Украины появилось в разы больше современного оружия, чем было до начала вторжения. И примеры с Энгельсом, Бердянском и той же Москвой показали всему миру, насколько переоцененным оказалась хваленая российская ПВО. Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО-раз. То есть мы на поколение опережаем всех. И подобное развитие событий, что называется, спутало пропагандистам все карты. Старые темники уже не подходят, а новые пишутся буквально на коленке. Вот почему эфиры в студиях пропагандистов — это бенефис маразма и абсурда. Смешные, например, абсолютно искренне радуются, мол, шахидами героически удалось поразить украинские терминалы с зерном. Это морской порт «Измаил». Прилетело так прилетело. Пять беспилотников «Камикадзе». Это удары возмездия. Министерство обороны абсолютно в своем праве находится, нанося эти удары возмездия. Это хорошо знакомые такие стационарные цели. Легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. И буквально тут же называют ответные удары Украины терроризмом. Они атакуют гражданскую инфраструктуру. Украина — террористическое государство. То, что раньше нам казалось художественным преувеличением, когда мы говорили «украинский Талибан», «украинский ИГИЛ». Ну вот, украинство становится терроризмом. Божечки, ну им самим от таких двойных стандартов не стыдно? Может, зеркало в Останкино прислать? Ну что, все нормально? Как там себя Одесса чувствует? Есть Одесский порт? Нету больше, да? А Николаевский? А по Дунаю куда порты делись? Рядом Румыния, никто не посмеет бомбить. Ой-ой-ой, как горит, как горит. Или в терминалах с зерном американские генералы прятались. Ну, те самые ликвидации которых хвалился Соловьев. Как всегда, прекрасно сработала украинская ПВО. Они вообще, конечно, молодцы. Они все сбили. Все, они сбили абсолютно все. Они вообще всегда сбивают абсолютно все. Не лететь, не лететь, значит, сбито. Чем? Не важно. Системный П-отреб, не важно. Пунктами управления, американскими генералами. То есть это ж полный абсурд обвинять Украину в том, что Россия сама делает годами. Причем речь же не только о дронах. Послушайте, какими страшилками пугает россиян очередной крикун. Это Кремль, это Москва-Сити. Я еще не удивлюсь, если они там по храму какому-нибудь влупят. Там или Василий Блаженный, или храм Хреста Спасителя. И такое мы тоже увидим. Ужас просто! По храму украинцы ударят. Да, прям вот как россияне по собору в Одессе. Боже мой, ребята! Больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Все в хлам. Просто разрушен. Еле потушили там. Слава Богу, все живы. Но собора нет. Собор поврежден полностью. Алтарная часть попала прямо в алтарь. Или по Святогорской лавре? Пожалуйста. Вот вам еще одно попадание. А еще можем вспомнить храм в Песках, который с российской помощи сейчас выглядит вот так. То есть, насколько же нужно быть упоротым, чтобы при таких вводных еще и поворачивался язык обвинять кого-то. Но это Россия, детка. Страна, где цинизм – это часть национальной идеологии, а народ годами живет в полностью выдуманной реальности. Продолжайте веселиться, говорят, что вы все сбили. Только не забудьте сказать, чем. Чем сбили? Будет это объект инфраструктуры, административные здания, располага нацистов. Им не важно. Все. Они же сбиты-сбиты. То есть в воздухе не летят. А то, что все горит, взрывается, это никакой роли не играет. Мы, например, всей нашей базой НАТО улыбались, слушая кривляния Соловьева и прочих городских сумасшедших по поводу якобы максимально эффективных ракетных ударов по Украине. Такие минимальные промахи, такая результативность и эффективность нанесения наших ударов говорит о том, что мы четко знаем, кто где находится, в каком количестве, какой объект представляет наибольший интерес с точки зрения нанесения урона нашим врагам. И они там так хорохорились, так грозно трясли кулачками, мол, и разведка работает на уровне, и ВКС настоящие титаны. Наши ракеты летят туда, куда нужно. И ты слушаешь все это и думаешь, ну вот как? Кого вы жалкие обмануть хотите? Или вам напомнят заявленные задачи и их результат? Так мы напомним, это не сложно. Похоже, наши военные нащупали слабое место в украинской обороне. Российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически и методично выводят из строя энергосистему Украины. Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не мучиться. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Да-да, всю прошлую осень и зиму вы пытались оставить Украину без света и без тепла. Потратили на это больше тысячи ракет. А за количество дронов мы вообще молчим? У рулев тогда на всю страну обещал скорый блэкаут и миллионы беженцев в Европу. Страна станет в полупсе. Отсутствие электроэнергии, это отсутствие воды, отсутствие холодильников, лимитарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в гремя, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Ну и что в итоге? Выполнили вы эту задачу? Ну, разумеется, нет. Утерлись, умылись и сидели по норкам заплеванные. А потом, чтобы в глазах глубинного народа хоть как-то реабилитироваться, решили военно-политическое руководство Украины ракетами уничтожать. Уничтожать, уничтожать и уничтожать. Должна быть охота объявлена. Вопрос времени. Пора бы вернуться к проверенному способу. Если мочить сортири, то это значит, здание гор, которое стоит на берегу красивого Днепра, давным-давно уже должно было превратиться в руины. И, скажем, в руины должны превращаться любые места, где они могут появляться. Тоже пару месяцев радовались, водили хороводы. То якобы Залужного в бункере убили. Ну и прямо сейчас сенсация. Главком получил осколочное ранение в голову. То Буданова. Вот в гур прилетело. Вот Залужного не видно. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния. Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. Ну вот так, точечно. И очень уж охота спросить, как там дела, ребятки, всех поубивали или в очередной раз сели в лужу? Потому как Украина, имея в разы меньше ракет, может назвать конкретные фамилии испортившихся российских генералов. Был убит начальник штаба и генерал-майор Сергей Горячев. Он стал одним из самых высоких военачальников убитых в этой войне. В результате удара ракеты Storm Shadow по городу Бердянск погиб зам командующего Южно-военного округа генерал Цоков. А вот вы, господа хорошие, не можете. И это еще один провал ВКС. Дальше больше. После генералов вы на всю страну объявили, мол, надо уничтожить британские крылатые ракеты и сушки, с которых их запускают. Для того, чтобы сделать эти поставки бессмысленными, их, конечно, надо рубить на точка фода. Только эти тяжелые вооружения переходят на территорию Украины. Сразу жечь, вырубать, топить. И снова до более знакомой сценарии. Визги, крики, смакование ударов по Староконстантинову. Армия России нанесла мощнейший удар по объектам ВСУ в Мельницкой области. В частности, поражен аэродром Староконстантинове. На нем именно базировались бомбардировщики Су-24М, носители британских ракет Storm Shadow. Но, ой, даже исходя из сводок Министерства обороны России, Shadow Storm как летали, так и продолжают летать. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены. Две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня Hammers. Ну же, Соловьев, расскажи еще раз всем, как вы якобы удачно ракетами бьете. Как всегда, прекрасно сработала украинская ПВО. Они вообще, конечно, молодцы. Они все сбили. Они сбили абсолютно все. Не лететь, не лететь, значит, сбито. Чем? Не важно. Системный ПЭТРИ, не важно. Пунктами управления, американскими генералами. Сбито, сбито. То есть в воздухе не летят. А то, что все горит, взрывается, это никакой роли не играет. Ой, ну все. Вот это хохотач. У нас, кстати, по этой теме шикарный пример имеется. Зацените, как героический российский флот победил украинские морские дроны с помощью корабля. В СОУ предприняли очередную попытку нападения на объекты России. Как сообщили в Минобороны, этой ночью два морских дрона атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. То есть языком Канашенкова, как обычно, потерь нет. Это безуспешно. Вражеские аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Об этом заявили в нашем Министерстве обороны. Но вот очередной корабль Черноморского флота. И он явно приуныл. Это, да, сильно крен. Крен у него большой. Это очередь на железа, ведь и сирот прины. Тонет пока и утянутся. И это даже не Крым. Это Новороссийск. Ай да могучий флот. Ай да хозяева Черного моря. Это уже видео из порта российского города Новороссийск. Примерно в сотне километров от Крыма. Это главный российский порт на Черном море. Там находятся нефтеналивные терминалы российских нефтяных компаний. Также в Новороссийске находится база военно-морского флота России. Такие хозяева, что вначале в западную часть моря перестали ходить, а теперь уже и в восточной части выгребают. И очень зря в Кремле думают, мол, российский народ тупой и ничего не понимает. Каждая история, как в Новороссийске, хоть по капельке, но доверие таки подрывает. И доверия этого с каждым днем все меньше, ведь бояре в целом заврались настолько, что их принялись разоблачать свои же. Помните, на прошлой неделе мы рассказывали о фейковом штурме Старомайорского? Ну это где Пушилин и компания языком отбили село. На повестке Старомайорской сейчас наши подразделения смогли выбить противника. Противник понеслась на серьезные потери. Так вот, прошло всего ничего и фейкометов принялись кошмарить российские же военкоры. Тот же Стешин в эфире ток-шоу прям признал, что Старомайорская под контролем Украины. Но это якобы не так и плохо. Ведь село-то находится в низине. Так же, как со Старомайорском, да, наши удержали за собой высоты. Ну и смысл в этом населенном пункте, если противник, в данном случае мы, контролирует и видит сверху все. Если в низине, значит уже не Россия. Это, кстати, так Вагнеровцы Шойгу с Герасимова подкалывают. И с началом контрнаступления таких поселков, типа в низине, набралось уже больше десяти. А потому, когда тот же Сладков запевает сладкие песни о провале контрнаступления. На удивление, противник следует нашим планам. Наш план измотать его в атаках. Ну, тем более, что атаки оказались такими кровавыми, такими безкомпромиссными и такими безуспешными. Вот. Конечно, в данной ситуации, ну, это здорово. Хочется рассмеяться ему прямо в лицо, а еще подарить карту. Ведь помимо потерянных поселков, там еще и земельки незаселенной достаточно слита. Или, может, забыли, как боевые действия в нескольких километрах от Часов Яра под Клещеевку перенеслись. И да, вы можете гордиться, что держите в том районе высоты. Пока держите. Слушники понимали, что Клещеевка – это, по сути, ключ к бахмуту. Особенно Клещеевские высоты. Сейчас наши эти высоты держат, пока высоты не взяты. Но потерянные километры – это неоспоримый факт. Причем вы эти километры в свое время брали огромной ценой. А теперь сдали за какой-то месяц. И еще при этом умудряетесь делать хорошую мину при плохой игре. Мы находимся в активной обороне. В активной. И в результате этой активной обороны освобождаем и нашу территорию, и населенные пункты. Наша территория. Вся русская земля будет нашей. Но лично нам во всем этом интересен только один вопрос. Ну вот они сами верят в то, что говорят? Почему-то кажется, что нет. Просто есть такая работа у людей – врать по телевизору. А когда старую ложь разоблачают, они придумывают новую. Хотя пропагандистам очень зря кажется, что подобная схема будет прокатывать вечно. Ведь ложь – не самый надежный фундамент. Это фундамент, который рано или поздно обязательно рассыпается. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова